Здравствуйте, дорогие друзья. Мы очень рады вас слышать. Мы видим, что аудитория все прибавляется, и для нас это большая и большая радость, что мы делаем все-таки по-прежнему такое нужное дело. С удовольствием представляю своего первого собеседника нашего сегодняшнего вебинара. Это Александр Тонко, эксперт компании Century 21, эксперт компании Future Real Estate из Словении. А вебинар наш сегодняшний мы назвали «Июньские надежды». Вроде как сегодня у нас май, при Анруе и Филипп Березин к этому маю готовимся в полной мере. Но вот июнь – это такая будет официальное открытие всего. Мы вроде возвращаемся, вся Европа и весь мир возвращаются более-менее к нормальной жизни, к жизни с несколькими, с некоторыми изменениями. Сегодня мы обсудим с нашими экспертами из пяти стран о каких изменениях идет речь, к чему мы пришли прямо сейчас. Будем общаться много, будем общаться яростно, будем спорить и будем представлять те объекты, которые сейчас продаются на особых условиях. Что это за условия и почему их, интересно, может быть, приобретать сейчас, наши эксперты нам и расскажут. Собственно, в этом формате мы проводим наши вебинары во второй половине мая и будем их проводить в июне точно. Там посмотрим, может быть, частично тематику будем смещать в адрес и таких более точечных, более интересных для вас тем. Итак, Александр Томко, компания Future Real Estate. Начинаем наш путь из Словении. Саш, привет. 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 Общались с тобой в последний раз до этого где-то в середине месяца. А после этого пришла новость, что Словения первая из всех стран объявила о том, что жизнь официально, официально объявила о том, что жизнь нормализуется. И я вижу, что ты уже просто находишься в офисе, работаешь из офиса. И открою маленький секрет, буквально за три, за пять минут до начала вебинара Александр еще никак не мог подключиться к нашей беседе, потому что он был занят с кем-то из клиентов, что не может не радовать. Ну, давай в двух словах, к чему славянский рынок пришел, в каком состоянии он находится вот сейчас в моменте. Какие основные факторы за последние месяцы на него все-таки повлияли? Да, на самом деле сейчас жизнь уже потихонечку вернулась в свою нормальную галию, то есть уже открыты все рестораны, магазины, бары, уже разрешено проведение мероприятий до 500 человек. То есть сейчас, в принципе, уже вроде бы как обещают, что с июнем уже можно проводить мероприятия и в более крупных форматах, поэтому, в принципе, на сегодняшний момент в Словении за последние 2-3 недели не было практически ни одного нового подтвержденного случая заболевания, что, естественно, также ведет за собой снижение всех ограничений и, по сути дела, рынок, в том числе рынок недвижимости, начал потихонечку оживать. То есть мы официально уже начали тоже с продажами жилой недвижимости, с осмотрами, с прочими активностями и, в принципе, результаты достаточно положительные, то есть, в принципе, мы ожидали, конечно, что немножко спрос в связи с все-таки оставшимся вот этим, знаете, ощущением после пандемии немножко подспадет, но, в принципе, на сегодняшний момент мы где-то вышли там на 70-80% оборотов работы, как мы работали до момента начала вируса. Конечно, немножко, по моей оценке, сейчас будут затягиваться сами по себе сделки по времени, то есть именно сам цикл продажи, он будет удлиняться, потому что более медленной работой стали банки в связи с накопленным объемом работа, более медленной работой государственной структуры и так далее, но, в принципе, спрос есть, осмотры идут, то есть, как это было ни странно, вот мы сейчас начали очень активно продавать дом для престарелых с квартирами, да, то есть для более возрастного населения, и, казалось бы, этот сегмент сейчас наиболее должен быть, ну, прогнаться, потому что, ну, все равно люди боятся входить из домов и так далее, но все равно осмотры идут, люди звонят, то есть, все равно какой-то накопленный спрос, видимо, формировался в итоге. Да, опубликовано недавно исследование СНП, точнее, это даже не исследование, а прогноз, этот прогноз говорит о том, что практически всю Европу в 2020 году ожидает, тем не менее, спад цен на жилье. Цены, цифры называют самые разные, но сразу скажу, больших не называют, вот самый серьезный спад, там, 3-3,5%, причем называют Ирландию, Италию, Испанию, Великобританию, понятно, что средняя по больницам. Параллельно, если мы говорим о Словении, в недавнем материале New York Times твой коллега, причем буквально возле коллега, сотрудник твоей организации, сказал, что цены не снизились, но остались точно на том же уровне, что и 15 марта. Вот, поясни, пожалуйста, немножко, в чем здесь как бы феномен, и параллельно он пишет о том, что будет снижение цен, но на старые дома и квартиры на 10-15%. Давай вот такой более широкий прогноз дадим, как ты его видишь? Начнем с жилья. Да, на сегодняшний момент, если говорить о жилье, то, как я до этого и говорил, что цена на объекты, на которых изначально стоимость не была завышена, она осталась в тех же пределах. То есть понятно, что объекты, которые продавались по завышенной цене, естественно, по этим объектам началась небольшая проходка по цене, она есть. Но по тем проектам, которые изначально продавались в рынке, то есть была адекватная рыночная цена, не завышенная, естественно, по этим объектам, именно про новострой мы сейчас говорим, да, то есть про первичное жилье, цена осталась в тех же пределах. Так как все равно, несмотря ни на что, на рынке достаточно большое количество новостроек, которые появятся в ближайших 2-3 года, спрос на него достаточно высокий, а спрос на вторичное жилье, цена по которому, по сути дела, достигает то же, что и первичное жилье, да, естественно, начинает падать, потому что с увеличением объема новостроек и новых объектов недвижимости, естественно, актуальность к вторичному жилью, она падает, и единственная возможность продавать вторичное жилье, это снижать стоимость, так как, ну, в Словении, я бы сказал так, что вот был феномен, что когда был период застоя, что не строились практически никакие объекты, естественно, цена на вторичку, она возросла, и по сути дела, цена на вторичке была приравнена к цене первичного жилья, да, сейчас же рынок, опять же, начинает диктовать свои правила, что с увеличением объема новостроечного жилья, а в Словении на сегодняшний момент строится достаточно много квартир, только в одной Любляне, в период ближайших двух лет, будет построено более тысячи новых квартир, да, то есть имеется в виду хороших новых комплексов, ну вот, что, естественно, за собой влечет снижение цен на вторичном рынке. Когда ты говоришь о вторичном рынке, ты имеешь в виду все-таки, ну, такие довольно старые объекты, объекты, у которых есть очевидные проблемы, ну, по качеству в силу их возраста, или, по большому счету, это универсальная история? Я имею в виду дома, постройки, которые старше 10-15 лет, то есть, по сути дела, дома, в которых уже начался фонд капремонта, потому что, по словам законодательства, все жилые дома старше 10 лет обязаны иметь фонд капремонта, то есть, что является дополнительным расходом для собственника, это уже, ну, слегка сносившийся объект, который нуждается в каком-то техническом содержании, то есть, это ведет за собой более высокие расходы на содержание недвижимости, и понятно, что в связи с этим цена именно на такие объекты начинает падать, но она падает абсолютно адекватно, потому что объект уже частично самортизированный, и понятно, что, ну, получить за него ту же самую стоимость, как первичные недвижимости, будет тяжело. Опять же, мы сравниваем объекты того же сегмента, да, то есть, мы не говорим о недвижимости в историческом центре города, где на самом деле старинные исторические здания, которые, ну, естественно, они ценятся, да, то есть, это такие некие эксклюзивные проекты, но если мы говорим, мы идем речь о домах, которые там строились, например, в 80-х, 90-х, 2000-х годах, это, конечно, то есть, такие типовые квартирные дома, здесь, конечно, цена, она на сегодняшний момент начинает снижаться, но здесь даже не так сильно влияет сама ситуация с коронавирусом, сколько именно сам объем строительства, то есть, сколько сейчас строится, и это, соответственно, ведет за собой спад по... Друзья, напоминаю, что у нас работает чат, и вы можете задавать вопросы, ну, в данной минуте Александру, а дальше и остальным нашим гостям, которых я тоже представлю чуть позже. Перед тем, как задать Александру следующий вопрос, я проанонсирую наш проект совместно с компанией Century 21 Slovenia Future Real Estate. Мы его начали, мы его запустили на прошлой неделе. Это видеосюжеты о объектах недвижимости, о динамике цен в Словении и о том, что происходило с инвестиционной недвижимостью несколько лет назад и что происходит сейчас. Мы за несколько лет создали такую довольно интересную картину. Первая часть уже вышла, но там можно подписаться на этот проект и, соответственно, получать информацию довольно оперативно по мере обновления и появления новых материалов. Саш, а если мы говорим о курортной недвижимости, скажем, ну, побережье Словении невелико, но тем не менее, там можно ожидать каких-то подвижек или текущая ситуация вообще никак в негатив на этой недвижимости не отразилась? Потому что мы с тобой когда были там, ты говорил, что вот там-то уж объектов совсем мало, и за каждой идет битва, и текущая ситуация там едва ли, может быть, что-то поменяет. Или все-таки есть какие-то подвижки? Да. Если говорить о курортной недвижимости, то однозначно я бы сказал, что какие-то подвижки по цене, конечно, они могут быть, какие-то объекты начали появляться, но, опять же, такого большого объема количества мы не заметили. То есть, по сути дела, есть какие-то земельные участки, которые, например, ну, человек купил для себя, чтобы в будущем построить себе там дом, и он понимает, что, окей, несмотря там ни на что, там какие-то, может быть, трудности есть в бизнесе в основном, и желательно избавиться там от второго дома, либо у кого-то есть там, ну, так называемая, дача на море, да, то есть, потому что очень многие словенцы имеют квартиры на побережье, да, то есть, и живут в другом городе, они спокойно там каждый выходной ездят на море. И от таких объектов тоже люди, в принципе, как мне кажется, сейчас начнут избавляться, но, опять же, сейчас идут очень тяжело, потому что мы только начали буквально там первые, там, три недели работать, и как динамика идет сейчас, она идет очень положительно, и я думаю, что, исходя из тех мер, в том числе, которые государство принимает для поддержки туризма, ну, в том числе говорили о том, что там будет огромное количество объектов появляться, которые будут продаваться туристические, например, да, сейчас Словения, например, будет выдавать боны по 200 евро на каждого гражданина страны для туризма, для отдыха в стране, да, то есть ты можешь этот ваучер потратить, в том числе, кстати, получать люди не только, кто имеет гражданство, но и кто имеет постоянное место жить в Словении, поэтому, в принципе, это тоже такая неплохая мера для поддержки местного туризма, поэтому, в принципе, на сегодняшний момент побережье, да, проекты есть, я думаю, что именно так, как это второй дом, это не основное жилье для человека, здесь, я думаю, можно больше всего вести речь о каких-то потенциальных дисконтах, но именно сказать, что это именно практика и что все копники это будут делать, ну, я бы не стал бы, да, то есть, поэтому моя оценка такая, что, да, такие объекты будут появляться, но вот мы сейчас очень активно мониторим рынок, мы сейчас как раз обновляем базу, и я бы сказал, что какого-то всплеска новых объектов, то есть есть всплески объектов, например, в Любляне, которые люди сдавали через Airbnb, через Booking, да, и многие квартиры начали просто сдаваться долгосрочку, да, то есть люди просто сдавали посуточно, и сейчас был всплеск по долгосрочной сдаче, и то люди не стали продавать, потому что, ну, все понимают, что сейчас продавать – это самое неблагодарное дело, особенно когда рынок стоит, банки, по сути дела, все кредитные платежи, они получили команду от государства, что они обязаны перенести, причем ввели такие очень жесткие санкции, что если банк безосновательно не перенесет платежи по кредиту, то штраф 50 тысяч евро для самого директора банка, который подписал это, то есть который не дал согласия, и 300 тысяч евро для банка по одному случаю, да, то есть по сути дела, естественно, банки, ну, решили все-таки всем одобрить переносы, да, то есть поэтому здесь, конечно, многим даже это пошло на руку, потому что даже тот, кто, может быть, не своевременно платил свои обязательства, ему до 24 месяцев решили перенести платежи по кредиту, причем и тело кредита, и процентов, да, то есть поэтому сейчас, в принципе, я думаю, что это достаточно большой плюс для рынка недвижимости, потому что, ну, это является основанием, что почему человек хочет продать объект, что есть кредит, и по нему он платить не может, да. Окей, мы, ну, и делая проект, и вообще подробно рассказывая о славянском рынке, многие обращали внимание, что особый акцент все продавцы делают именно на коммерческой недвижимости, причем не то, что отказываются там работать с жилой, но на коммерческой, в первую очередь оценивая ее доходность, ну, и вы, в частности, в своей работе, Саша, говорите о том, что этот вариант вам кажется более интересным. Вот несколько слов давай об этом, особенно в текущих условиях, когда многих интересует возможность вложиться куда-то и сохранить свои деньги. И начнем с такого, давай, может быть, в какой степени жилая недвижимость может быть не столь интересна покупателям там из России, Украины и других стран, поскольку ее нельзя купить на физическое лицо. В этом ли дело или не совсем? Нет, смотри, на самом деле, если мы исходим из логики, что человек покупает коммерческую недвижимость в любой стране Европы, несмотря на то, что какие бы специалисты ни говорили, но объективно это ведение бизнеса. То есть если ты сдаешь недвижимость в аренду, опять же, жилую недвижимость ты можешь пояснить, что ты купил для себя и решил, пока там не живешь, сдавать ее в аренду. Если ты занимаешься бизнесом профессионально, владеющими такими объектами сдаешься в аренду, это называется, что ты занимаешься бизнесом, и в любом случае какой-то формат компании ты должен иметь, то есть либо ты должен иметь открытый ИП, либо 3О и так далее. Поэтому, в принципе, на сегодняшний момент я не встречал трудностей в связи с тем, что людей смущало бы наличие компании, потому что по факту дела никакой сложности здесь нету, никаких третьих лиц нанимать в компанию не нужно, то есть ты владеешь компанией, компания владеет активом, налогообложение достаточно адекватное, да, то есть в этом случае, и это не является трудностью, насколько я работаю уже лет, ни с одним клиентом я не сталкивался, что это была бы проблема. Вопрос, главный, который заключается в том, что люди, конечно, боятся немножко входить в коммерческую недвижимость, потому что они не понимают, как это работает, они понимают, что одно дело, когда ты сдаешь квартиру в аренду, это все понятно, ясно, другая сторона, конечно, это арендатор, это более сложные договора, но здесь, с другой стороны, если надо это дело посмотреть, вот мы сейчас посмотрим, сравним некоторые объекты по доходности, доходность по коммерческой недвижимости, она выше, коммерческую недвижимость все равно мы тоже делим, на торговую, на офисную и так далее, но здесь, говоря о вакантности, именно в этот период коронавируса коммерческая недвижимость себя зарекомендовала лучше всего именно торговая недвижимость, то есть здесь у нас были самые большие коэффициенты по оплатам аренды по сравнению с другими компаниями. Скажи, пожалуйста, вот от Дмитрия вопрос, понятно, что среднюю температуру по больнице комментировать тяжело, но тем не менее, средняя доходность по офисам, что может ожидать потенциальный инвестор по офисам и по магазинам, как бы ты ее описал? Смотрите, если мы ведем речь о том формате объекта, который мы предлагаем, то где арендатор оплачивает налог на недвижимость, где арендатор оплачивает все текущие платежи, где арендатор оплачивает все коммунальные платежи, то есть, по сути дела, это окупаемость чистая на компанию до момента оплаты налога на прибыль. То есть даже НДС все это оплачивается отдельно, и более новые объекты с новыми договорами, то окупаемость в среднем от 5 до 7%. Я имею в виду, это торговая недвижимость. Офисная недвижимость может доходить до 8-9%, но здесь нужно понимать одно. Нужно очень детально изучать договора и смотреть на состояние объекта недвижимости, а также чтобы ставка была в рынке, потому что мне лично также на 100 попадало очень много объектов, где окупаемость была очень высокая, но изучая договоры, я понимаю, что эта ставка очень высокая, и что если завтра заменится арендатор, я по такой цене просто это помещение не сдам. Поэтому в среднем, если говорить, это от 5 до 7%, ну, конечно, в основном это 5-6%. То есть 7% это такие более крупные объекты, либо объекты в каких-то небольших городах, то есть, ну, в среднем это вот 5-6% это числами на компании, скажем так, да. Окей, давай тогда перейдем к тем объектам, и как раз, насколько я понимаю, мы сейчас сможем проанализировать и на примере посмотреть, а что же такое при прочих равных инвестиции в жилье и инвестиции в коммерческие объекты. Итак, ну, чуть позже я еще раз представлю наших всех гостей, кто за кем у нас сегодня будет выступать, а сейчас давай говорить о рынке Словении. Пожалуйста. Учитывая ситуацию, сложившуюся вокруг коронавируса, естественно, для многих покупателей возникает вопрос, что я не могу приехать сейчас объект посмотреть, есть какие-то трудности, непонятно, когда произойдет открытие границ окончательной и так далее, поэтому мы решили предложить несколько проектов, которые именно находятся на сегодняшний момент на фазе котлована, то есть речь идет о Любляне, о достаточно хорошем перспективном районе, недалеко от хорошей большой торговой зоны, до столбого центра города буквально 10-15 минут пешком. Речь идет о строительстве нового квартирного дома, который будет сдан по планам к сентябрю 2021 года, то есть, по сути, делать через год и 3-4 месяца. 10% задаток вы платите нотариусу, и оставшуюся часть вы оплачиваете тогда, когда объект построен и введен в эксплуатацию. В этом комплексе мы предлагаем два типа помещений. Первое – это коммерческие, которые подходят и под магазины, и под офисную недвижимость, и также мы предлагаем квартиры. Для сравнения, стоимость квадратного метра, что прошу заменить, это цена в бетоне, то есть, это цена без отделки, от 1,5 до 2 тысяч евро, в зависимости от типа помещения. То есть, весь нижний этаж – это будет торговая часть, торговая зона под кафе, магазины, салоны красоты и прочее. Окупаемость в среднем по этим объектам – это в районе 5%. То есть, и офисная недвижимость, и торговая недвижимость, и квартирная. Саш, я, прости, сразу покажу тогда следующий кадр, чтобы понимать. Итак, вот квартира в том же доме. Да. То есть, как вы видите, цена буквально уже сразу на коммерческую недвижимость и на живую недвижимость, уже отличается практически вдвое, потому что цена продажи квартиры – 184 тысячи евро. Это цена за новую квартиру с полной отделкой, то есть, квартира сдается под частовую отделку с паркетом, с дверьми, с выключателями, с ванной комнатой, и уже с парковочными местами и с кладовками. Да, то есть, поэтому окупаемость по квартире составляет тоже в среднем 5%, но здесь нужно понимать одно, что в случае жилой недвижимости налог на недвижимость оплачивает собственник. Техническое содержание недвижимости оплачивает арендатор, но инвестиционное содержание в случае квартиры намного больше, чем в случае магазина, потому что магазин вы можете, в принципе, сдать и в бетоне, и арендатор сам сделает отделку, а квартира все-таки по славянским стандартам должна сдаваться хотя бы с кухней, с гостиной комнатой, уже с минимальным обустройством. То есть, в принципе, в Словении все равно практика сдачи жилой недвижимости уже более-менее с отделкой. Поэтому, возвращаясь к этому моменту, окупаемость по объектам, она где-то в районе 5%. Речь идет о хорошем новом комплексе, то есть, в принципе, сейчас выплатят только 10% задаток. По арендаторам также, естественно, условия для покупки представляется то, что мы привлекаем для вас качественно хорошего арендатора. Мы сейчас уже начали вести переговоры по потенциальным арендаторам. Поэтому, в принципе, это вот такой объект, как мне кажется, который был бы интересен, и где, в принципе, все равно достаточно хорошая адекватная цена. То есть, если сравнивать с остальным рынком, то цена здесь достаточно актуальна по моей оценке. Скажи, пожалуйста, если мы оцениваем, там вот два месяца назад, вы уже продавали такой проект? Что-то изменилось в нем за все это время? Или просто на два месяца была такая пауза? Мы в деле немножко взяли паузу, и мы специально не стали анонсировать этот проект на период коронавируса. То есть, из всех аналогичных проектов полюбляния, здесь мы выверяли самая выгодная цена на квадратный метр на сегодняшний момент. Естественно, по моей оценке, застройщик готов будет предоставить еще какую-то небольшую скидку, особенно если покупается несколько объектов недвижимости. Но мы специально его анонсировали именно на период, когда пройдет вот эта общая такая, скажем так, истерия по поводу ситуации с коронавирусом. И, по сути дела, мы специально не анонсировали объект в период самого коронавируса. Ну, просто так. Какого уровня компания? Кому из компаний, может быть, ну, в принципе, интересны подобного рода объекты? И все-таки, ну, покупая объект, ты получаешь какую-то гарантию, что кто-то туда все-таки въедет? Потому что одно дело ведение переговоров, а другое дело все, вот он въехал, он въехал. У коммерческой недвижимости мы, конечно, гарантируем, и мы готовы писать это в договор, что условием для покупки недвижимости является на момент сдачи помещения законченное помещение, то есть оно будет закончено, финализировано. Мы также готовы помочь с финализацией, с отделкой этого помещения, то есть мы готовы на себя взять этот функционал, а также привлечение самого арендатора. То есть на сегодняшний момент у нас уже где-то на 60% помещений уже есть потенциальные арендаторы, которые уже подтвердили свой интерес, но сейчас мы просто согласовываем, скажем так, условия. Я думаю, что где-то к месяцу сентября уже, ну, как минимум половина арендаторов будет уже подписано. То есть, по сути дела, у потенциального покупателя есть возможность подождать, и когда мы заключим эти договора, и тогда помещение купить, либо уже сейчас пойти, ну, можно так сказать, на небольшой риск, но все равно в договоре это все будет прописано. Так что здесь недвусмысленно будет понятно, что как к моменту сдачи объекта, что объект будет иметь уже арендатора. Но вопрос заключается именно в том, что, по моей оценке, что помещения будут достаточно актуальными к покупке, потому что очень хорошая цена покупки на квадратный метр. То есть мы специально вели переговор с застройщиком, чтобы он не завышал цены, потому что если сравнить похожие жилые комплексы полюбляния, цена за квадратный метр за именно ground floor, за первый этаж, то там цена начинается от 2000 евро за похожее помещение, а здесь от 1500 до 2000 евро. То есть все равно цена здесь наиболее вакантна именно потому, что застройщик хочет сейчас это продать, чтобы потом, ну, скажем так, последующие два года не заниматься продажами. То есть поэтому здесь именно редкая комбинация, когда застройщик слушает рынок, слушает агентство, которое продает для него эти объекты недвижимости. И я думаю, что достаточно успешно они, в отношении мы реализуем этот проект. Скажи, пожалуйста, а если мы говорим о вот квартире, да? Ты сказал, что сейчас очень многие вынуждены перешли из краткосрочной аренды в долгосрочную. Соответственно, вот в таком варианте, ну, новый дом, вроде как, Словения более-менее страна развивающаяся. Соответственно, здесь речь может идти о доходе в те же 5% при относительно быстром и успешном поиске арендатора на долгий срок? Да, именно тот расчет, который мы брали, это именно расчет, исходя из долгосрочной аренды. Мы не предлагаем долгосрочную аренду, потому что для того, чтобы заниматься долгосрочной арендой, здесь для этого необходимо иметь на самом деле очень хорошую инфраструктуру. Поэтому в связи с этим мы именно те расчеты, что мы делаем, мы делаем, исходя из долгосрочной аренды, потому что, ну, очень тяжело предугадать, ну, вот как вот, например, сейчас ситуация с коронавирусом произошла, очень тяжело предугадать, что будет с долгосрочной отдачей квартиры в аренду. И в основном этим занимаются те люди, которые, скажем так, либо здесь уже проживают, либо уже имеют опыт в этой сфере. Но мы не предлагаем кактосрочную сдачу в аренду, потому что самый большой вопрос заключается еще в том, насколько законно она будет в ближайшие 2-3 года, потому что многие страны уже принимают законы, чтобы в квартирных домах ограничить сдачу посуточных квартир. То есть, поэтому исходить из бизнес-модели именно посуточной сдачи достаточно тяжело. Скажи, пожалуйста, вообще, допускаешь ли ты тенденцию, о которой говорят уже во многих странах Южной Европы, когда интерес владельцев недвижимости будет связан с переездом в отдельно стоящие дома. А все, что происходило в последние месяцы, приведет их к желанию или к необходимости продавать свою клетушку, пусть она даже находится в престижном месте в городе. Насколько я сейчас смотрю на тенденцию, на самом деле я вот общался с владельцем от самых крупных порталов по недвижимости в Словении, он на самом деле мне сказал, что да, люди очень много смотрят, сейчас дома, земельные участки, но это был очень такой, знаете, чувственный момент, когда ты сидишь там 2 месяца на карантине, все надоело, говоришь, пойду-ка я посмотрю дом в интернете, чтобы поменять. Но все равно мы должны понимать, что крупный город есть крупный город. И исходя из желания, понятно, что желание может быть, но вопрос есть ли финансы, да, потому что ты можешь купить в пригороде хороший дом, но будешь ли ты стоять час-полтора в пробке, чтобы доехать до работы, под большим вопросом, да, то есть поэтому все равно многие люди, несмотря на, то есть добывается все очень быстро, да, конечно, когда люди сидели на карантине, у них появлялись такие мысли, было много осмотров, у нас тоже самое на нашем сайте, мы смотрели статистику, что очень многие люди смотрели дома, земли и так далее, но сейчас уже эта тенденция проходит, поэтому это был такой, знаете, ну, так сказать, ну, такой, как мне кажется, немножко чувствительная такая тенденция, что люди сидят дома на карантине, просто решили это... Понятно. Вопрос от Максима, я его немножечко расширю, вот наш зритель написал так, есть ли информация по недвижимости в Словении за период 2008-2012 годов, и если цены тогда снизились, то во сколько раз, а я, если, ну, чуть-чуть позволю себе расширить его, есть ли... О, Саш, ты куда-то пропал, но звук, по крайней мере, мы слышим, есть ли какие-то риски с тем, что цены могут каким-то образом измениться и сейчас в том же ключе? Саш, если ты меня слышишь, продолжай, потому что, мне кажется, звук есть, просто... У меня просто тут небольшая техническая трудность подключила зарядку для ноутбука, сейчас, один момент, один момент. Вот, сейчас снова видим. Вопрос ты мой услышал? Да, и вопрос я слышал, смотрите, касаемо самой статистики цен, опять же, нужно понимать, о каких регионах страны мы ведем речь. Если мы ведем речь о Словении, например, о Любляне конкретно, то в период 2008-2012 год общая просадка цен была в пределах где-то 15, максимум 20%, то есть просела жила недвижимость, но это в среднем по городу, да, то есть, опять же, понятно, что какие-то топовые районы, они не сильно просаживались по цене, но цен, по сути дела, после 2012 года, то есть в 2015 году цена уже была периода 2008 года, на сегодняшний момент она даже выше, по-моему, процентов на 10, чем она была в 2008 году, то есть, в принципе, цена все равно достаточно оперативно отыгралась, да, то есть, и если говорить, понятно, о других частях страны, то, конечно, там тоже была просадка, но сейчас цены, они, по сути дела, не сильно отличаются от цен, скажем так, 2008 года, да, то есть в итоге. Поэтому, да, просадка была, но уже, то есть, по сути дела, вот с 2008 по 2012 год она просела, а с 2012 по 2015 год она уже отыгралась, да, то есть, поэтому с 2015 года, по сути дела, цена уже была в периоды 2008 года, и потом постепенно она, естественно, росла в итоге. Ожидается ли падение цен по коммерческой недвижимости? Ожидаешь ли ты его в ближайшее время? И, может быть, если да, то на какие объекты? Смотрите, цена будет падать на те объекты, которые не имеют долгосрочных арендаторов, помещения, которые менее вакантны, в связи с отсутствием парковочных мест, помещения, которые не имеют актуального доступа, то есть, например, если это офисный центр, который не имеет лифта и так далее. Но здесь, опять же, речь идет больше в основном о тех объектах, которые уже немножко самортизировали свой срок службы. То есть, там, где нужно делать инвестиционные вложения, эти инвестиционные вложения, может быть, не совсем понятны, потому что сейчас, на сегодняшний момент, ну, это странно, но у нас очень именно возрос спрос, именно офисная недвижимость, то есть, какие-то помещения в центре города спрос не начал падать, а именно торговая недвижимость в торговых центрах начала возрастать. Именно в торговых центрах, в которых имеют отдельные уличные входы, да, то есть, мы как раз несколько таких проектов курируем, и возрос спрос и у арендаторов, потому что мы уже поступили к активному подписанию новых договоров аренды со многими компаниями, то есть, они продолжают свое развитие, продолжают свою экспансию, что тоже не может не радовать, да, то есть, в принципе, они не остановились, они дальше развиваются. Ну вот, и, по сути дела, что, да, в каком-то сегменте цена будет падать, но, опять же, именно в том сегменте, в котором мы работаем, то есть, это новая торговая недвижимость, здесь, конечно, наоборот, мы замечаем, что сейчас очень много людей хотят именно в такую недвижимость складываться, и дальше у нас, ну, на сегодняшний момент, есть некая нехватка объектов в этом сегменте. Ну, и тогда последний, наверное, вопрос, который мы успеем с тобой обсудить, потом будем переключаться со Словении на Черногорию, вопрос от Дмитрия, на твой взгляд, почему цены в Любляне не растут так же, как в Вене? Хотя, тут, наверное, на статистику смотреть, слышал, что растут и там, и там, но... Смотрите, здесь я бы сказал так, что однозначно все-таки Вена есть Вена, и Австрия есть Австрия, да, то есть, все равно сегмент покупателей в Австрии все-таки это, я думаю, что процентов 40 покупателей недвижимости в Вене, это иностранцы, которые либо проживают в Вене, либо инвестируют в Вену, да. В Любляне, конечно, в сегодняшний момент 90% покупателей – это местное население, которое покупает недвижимость для себя. С одной стороны, это плюс, с другой – это минус, то есть, плюс в том плане, что если вы работаете как застройщик, либо владеете большим количеством квартир, то вы независимы от внешних факторов. То есть, есть местное население, которое покупает, и оно формирует спрос на рынке, да. Но, с другой стороны, я бы сказал так, что все равно, по моей оценке, недвижимость в Любляне растет, понятно, она не растет на 10% в год, но она стабильно подрастает там на 2-2,5%, что вполне, скажем так, актуально, да, то есть, поэтому, ну, опять же, мы должны понимать, что Любляна – это не Вена, да, то есть, и Словения, понятно, это не Австрия. Конечно, она похожа, она старается достигать всех стандартов австрийских, но все равно, несмотря ни на что, все равно в Вене есть Вена, да. Да, в этом может быть и ее прелесть. Ну что ж, дорогие друзья, Александр Тонко, компания Century 21 Словения и Future Real Estate, контакты компании перед вами, напомню еще о том, что мы активно сейчас начинаем наш новый спецпроект и видеопроект с компанией Century 21, соответственно, мы рассказываем о в основном коммерческой недвижимости Словении, хотя и вопросов жилья мы коснемся, рассказываем о том, о как, собственно, происходит динамика ценовая, оглядываемся немножко назад. Ну что ж, Саш, слава богу, вы стали пионерами разрядки, медицинской разрядки в мире, поздравляю вас с этим, ну и встретимся на наших вебинарах и на страницах Прян.ру. Спасибо. Всем хорошего дня. Счастливо.